В последнее время люди столкнулись с тем, что надо искать дополнительные источники дохода, и многие подумывают о том, как открыть собственный бизнес. Чаще всего этот бизнес связан с каким-то маркетплейсом. И там надо заключить договор. Недавно ко мне обратился один из подписчиков, говорит, какую форму выбрать. У меня опыт работы предпринимателем в районе 30 лет, поэтому я кое-что в этом понимаю. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Как правило, люди выбирают самая простая вещь – это ИП. Но ИП бывает в двух вариантах. ИП с налогообложением 6% с оборота, либо, ну это упрощенно, 20% от дохода минус расходы. ИП подавляющее большинство выбирают 6% с оборота. И вот тот человек, который ко мне обратился, он как раз склоняется именно к этой форме. Но давайте посмотрим все-таки, насколько это выгодно, во-первых, сколько у вас будет оставаться. И насколько, когда, какая форма начинает становиться выгоднее. Я не скрою, у меня сейчас открыто три предприятия, три юридических лица. Это у меня как раз ИП с налогообложением 6%, вот это самое искомое, 6% от оборота, одно ИП. И есть два ООО, одно ООО платит налоги НДС, второе ООО не платит НДС. Ну, вот вся разница между ними. И просто эти компании как раз выполняют разные функции. Потому что что-то выгодно там, что-то выгодно там. Итак, смотрите. 6% с оборота. Все выбирают почему? Потому что все очень просто, легко посчитать 6% с оборота. Ну, и бизнес очень простой получается. Вы берете какой-то товар, например, на Алиэкспресс. Получаете его, накидываете 20% сверху. И продаете через какой-нибудь Marketplace, какой-нибудь Wildberries или Ozone. И все, вот они ваши 20%, 6% заплатили. И, казалось бы, все. Но на самом деле люди начинают работать. И вдруг у них как-то вот через полгода где-то или через год вдруг начинают закрадываться сомнения. А почему же я не вижу денег? И что-то денег больше не становится, хотя я работаю как проклятый. Почему так происходит? Ну, смотрите. Что такое 6% с оборота? Во-первых, это фикция. На самом деле нет 6% с оборота. На самом деле есть 7% с оборота, потому что 6% с оборота не превышающего 300 тысяч рублей в год. От превышения идет уже 1% сверху от превышения. Поэтому вот эти 300 тысяч в год, ну, вы, так сказать, ну, если не в первый же месяц, то за ближайшие 3 месяца точно преодолеете. И будете платить уже 7% с оборота. Во-вторых, значит, вы заключаете с маркетплейсом какой-то, ну, договор. И вы платите маркетплейсу какие-то проценты от продаж. И маркетплейс будут брать с вас 5-10%, но если у вас обороты маленькие, то это будет 10%. И кроме того, для того, чтобы клиент мог вам легко заплатить деньги без геморроя, то, конечно же, вам нужно подключить интернет-эквайринг. Интернет-эквайринг вы подключаете. Если у вас маленькие обороты, то это еще 2,5% с оборота. Итого считаем 7% с оборота. Это налог на ИП плюс 2,5% интернет-эквайринг плюс 10% это 9,5% и плюс 10% вы платите маркетплейсу. Что остается? Значит, вы заплатили 19,5% всем кругом, все абсолютно довольны. Поверьте мне, я не раз сталкивался с такой ситуацией, когда я как руководитель компании получаю меньше всех. То есть все довольны, все работают, все такие, все говорят, все классно, Юрий Алексеевич, давай это дальше. Вот, а я смотрю, а у меня денег нет. Я говорю, не, ребята, так не пойдет. Вот, поэтому вот такой вариант получается. Теперь смотрите, второй вариант, доходы минус расходы, 20% на доходы минус расходы. Казалось бы, здесь 6%, здесь 20%, но суммы-то разные, посмотрите. Да, второй вариант немножечко сложнее. Когда вы открываете ИП и вы хотите что-то купить на том же самом Алиэкспресс, что вы делаете? Вы не покупаете это дело с Алиэкспресса, там, со своей личной карточки. Вы берете и кладете эти деньги себе на ИП. Ну, это вот на секундное дело перевести с одной карточки на другую. У вас на ИП тут же появится корпоративная карточка, где она там у меня, есть корпоративные карточки у меня, на ИП. Совершенно спокойно, то есть вы с карты на карту перевели, деньги уже на ИП, и вы с ИП уже как ИП платите китайцам на Алиэкспресс те же самые, предположим, деньги. И у вас это уже расходы, доходов еще нет. Ваши расходы уже 100 тысяч. Теперь далее. Вы получаете этот товар, накидываете те же самые 20% и продаете с наценкой 20%. Вы платите те же самые 2,5% эквайринга, вы платите маркетплейсу те же самые 10%. Теперь смотрите, какие ваши расходы. 100 тысяч покупка товара, если там, предположим, 100 тысяч, на каждые 100 тысяч рублей, 100 тысяч это покупка товара, на 120 тысяч 2,5% это получается, ну сколько там, ну 3 тысячи рублей, предположим, да? Интернет эквайринг, 3 тысячи, 103 тысячи рублей, и плюс со 120 тысяч вы заплатите маркетплейсу 10%, 12 тысяч. Те же самые 12 тысяч вы заплатите маркетплейсу, так же, как и в первом варианте. Здесь разницы нет. Смотрите, вы заплатили 100 тысяч плюс 3 тысячи плюс 12 тысяч, 115 тысяч. Это ваши расходы, ваш доход, ваш приход это 120 тысяч минус ваши расходы. То есть, ваша прибыль составила сколько там, в районе 5 тысяч рублей берете, 20%. От 5 тысяч рублей. Это тысяча рублей, и платите налоговой. У вас остается 4%. Разница очевидна. В первом варианте, когда вы выбираете, казалось бы, 6% дохода минус расходы, вы платите 19,5 тысяч рублей в виде налога, ну, ваш расход 19,5 тысяч рублей, прибыль 20 тысяч рублей. То есть, ваша прибыль составляет 500 рублей. В данном варианте ваша прибыль 4 тысячи рублей. Не густо, конечно, но если вы работаете с маркетплейсами, то у вас очень быстро обороты там, ну, будут в районе миллиона. И, соответственно, ну, там уже, смотрите, что происходит, когда ваши обороты в районе миллиона. У вас, естественно, уже другой тариф на интернет эквайринг, уже не 2,5%, а 1,5%. Во-вторых, значит, у вас уже маркетплейс будет брать не 10%, а 5%. Соответственно, прибыль сильно увеличивается ваша, а наценка те же самые 20%. Ну, и есть еще какие-то вещи, как сократить налоги, о которых я не имею возможности вам рассказать в прямом эфире, публично, потому что я не имею, ну, как бы, такое не говорят. Вот, поэтому, если вы хотите обратиться, сказать, что я там умолчал, ну, спрашивайте, это будет консультация платная, естественно. Теперь о следующем. А когда же будет выгодно как раз 6%, кто выбирает 6% и почему я выбрал 6%? Смотрите, давайте посмотрим, когда становится выгоднее вариант с 6%, нежели 20% дохода минус расходы. Ну, давайте вспомним, что интернет эквайринг у нас один и тот же получается, значит, расходы на маркетплейс одни и те же. Разница только в налогах. 6% или 20% тратится между доходами и расходами. Поэтому давайте не будем считать вот эти интернет эквайринг и маркетплейс, а будем считать только разницу. Итак, смотрите, мы берем первый вариант, это 0,06 умножаем на доходы, это первый налог, а второй вариант это 0,2 умножаем на доходы минус расходы. И вот они становятся примерно одинаковые вот с того момента, как только это сравняется. Давайте откроем скобочки. Получается 0,2 доходы минус 0,06 доходы, получается 0,14 умножить на доходы, равно 0,2 умножить на расходы. Так, доходы равно 0,2 поделить на 0,14 умножить на расходы. Итого, сейчас я посчитаю, сколько здесь получается. 1,42. Что это значит? Это значит, что ваша наценка, для того, чтобы вам было выгоднее работать с налогообложением 6% от оборота, ваша наценка должна быть 42%. Не 20%, а 42%. Давайте проверим. Вы покупаете товар на 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей. Продаете его за 142 тысячи рублей. Значит, 142 тысячи рублей, 142 тысячи. Так, сейчас, секундочку. 142 тысячи умножаем на 0,06. Равно 8250 рублей. Ваш налог. Теперь дальше. Значит, если вы работаете по второй схеме, то вы берете, значит, ваш, естественно, доход минус расход 42 тысячи. Так, сейчас, секундочку. 42 тысячи умножаем на 0,2. Равно 8400 рублей. То есть, все примерно правильно. То есть, ваша наценка должна быть 42%. Если вы увидите, что у вас есть схема, где вы можете продавать с наценкой 42%, пожалуйста, вы можете выбирать налогообложение 6% с оборота. Ну, на самом деле, как вы понимаете, 7% с оборота. Вот. А если 7% с оборота, то это получается уже 20 поделить на 13. Там получается немножечко больше. 20 поделить на 13. 53%. Ну, то есть, минимум 50% наценки вы должны делать для того, чтобы вам стало выгодно 6% с оборота. Вы скажете, почему же я выбрал вот этот вариант 6% с оборота. Ну, и кому это выгодно. И вообще, где можно найти такой, значит, бизнес, где можно накидывать 50%. Ну, таких бизнесов полно. Это все услуги. То есть, например, вы оказываете услуги по ремонту квартир, по прокладке электричества, по сантехническим каким-то работам, по электрическим работам. Вы оказываете услуги по репетитору, вы оказываете услуги по консультации, какие-то финансовые консультации. Либо продаете, скажем, курс биржи для чайников обучающей. И вам тогда выгодно иметь 6% с оборота. Безусловно. Потому что все, что вы вкладываете в эти бизнесы, это услуги, которые оказываете вы лично и никто больше. И что вы вкладываете? Вы вкладываете свое время, вы вкладываете свои навыки, свое умение, вы вкладываете свой опыт. И вы никак не можете сказать налоговое, что вот это стоит вот таких денег. То есть, у вас как бы нет расходов. Вот, на самом деле-то вы продаете себя, свой опыт, свое время. Поэтому, вот, для тех, кто занимается услугами, конечно же, выгоднее вариант с 6% с оборота. Все остальные, ребята, не пожалейте просто времени. Это будет немножечко сложнее. Ну, как сложнее? Всего одна операция вы берете, не с своей личной карточки платите, а просто со своей личной карточки переводите на карточку ИП. И, значит, с этой карточки вы переводите деньги на... И с нее платите уже все, 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 все расходы абсолютно, которые связаны с предприятием. И, кстати, их мало кто проверяет. То есть, вы там частично и личные расходы можете списать. Но вы знаете, что у меня, как бы, бизнес идет весь через Тиньков. И поэтому, вот у меня, вот эта карточка, это моя личная Тиньков, дебетовая, да? Здесь написано Демитков Юрий Алексеевич. И у меня есть другая карточка, видите, да? Одна из них черная, да? Другая белая. Белая это карточка ИП. Пожалуйста, я вот с этой карточки на эту карточку просто вот за секунду перевожу деньги. И с этой карточки я плачу, вы платите на Алиэкспресс. Все очень просто. И все, и вся разница, вы понимаете? То есть, сделайте выводы, господа. Когда Тиньков за вас ведет всю бухгалтерию, то есть, все расходы по этой карточке он ведет, вы можете с этой карточки там чуть ли не продукты покупать домой, вот, и списывать их. Но, когда вы доходы минус расходы, то налоговая может у вас все-таки поинтересоваться, обоснованы ли эти расходы. То есть, здесь не надо наглеть, то есть, как бы, ну, видите, достаточно честный бизнес. То есть, если вы какие-то расходы несете в связи с бизнесом, то это вот именно вот с этой карточки. Если личные расходы, то вот с этой карточки. И тогда у вас вообще никаких проблем не будет. Ну, здесь не надо же мотиться, вы понимаете, что разница совершенно фантастическая и колоссальная. Я надеюсь, что это видео было полезно, поэтому поставьте, пожалуйста, лайк. Если вы хотите все-таки открыть бизнес и у вас еще нет счетов Тиньков, то, пожалуйста, ссылочка будет вот на Тиньков. Пожалуйста, вы выбирайте Тиньков бизнес и, пожалуйста, по моей ссылочке вы получите сколько-то там месяцев бесплатного обслуживания, расчетного счета. Ну, и то же самое получу я, что мне будет приятно. Вот, и если у вас вообще не открыт Тиньков, то, пожалуйста, вот мой сын является амбассадором Тиньков. Тиньков, и он сможет вам оформить эту карточку, если вы находитесь где-то, ну, недалеко от города Обнинска. То есть он с вами встретится, ну, или в Москве. Мы подъедем к вам, он встретится с вами, и мы с вами оформим и карточку Тиньков, и бизнес Тиньков, и вы получите личную консультацию от меня. Вот такое у меня к вам предложение. Я надеюсь, что это видео будет полезным. Я надеюсь, что это видео позволит вам сберечь свои деньги и не накалываться вот на этой вот глупости абсолютной, когда люди клюют на 6% от оборота, потому что кажется, что это легко, кажется, что это просто. Ну, а я вам могу сказать, что бойтесь оборотных налогов. Они страшные. Интернет эквайринг, он оборотный, он страшный. У вас, конечно же, будет, так сказать, там, ну, сказать, не все через интернет эквайринг, вы постараетесь сделать, то есть можно перевести банковским переводом, тогда вы не платите за эквайринг, но мало людей рвутся заплатить по банковским реквизитам. Они предпочитают, конечно, с карту на карту, и это для вас, ну, как бы, с одной стороны, вероятность покупки сильно увеличивается, но с другой стороны, ваши расходы также увеличиваются. Вот, собственно говоря, вся история. И сейчас лайк, подписка, и до встречи. С вами был Деменков Юрий.